Субтитры создавал DimaTorzok Иоанн Богослов говорит «Не любите мира, а не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейской, не есть от Отца, но от мира сего». Казалось бы, вот такое обличение. Как это совместить с тем, что свое первое чудо Христос сотворил на браке в Кане Галилейской? Более того, этот брак был под угрозой радости этого брака от того, что кончилось вино, потому что жених и невеста были бедны, очевидно. Представляете, даже в нашей ситуации все будут вспоминать, а это те самые, у которых на свадьбе кончилось спиртное. Какой-то позор. И вот Господь по просьбе Богородицы творит чудо, притворяя воду в вино, только для того, чтобы радость этого брачного пира не была ничем омрачена. Более того, Христос пребывание в Царстве Небесном уподобляет брачному пиру. Потому что ничего для археичного человека, ничего нет радостнее. Они пока молоды, красивы, счастливы, они еще не знают, что такое болезни. Они еще не погружены вот в эти все земные проблемы. Это такой, может быть, несколько дней в их жизни, когда они абсолютно пребывают в счастье. И вот Царство Небесное подобно этому. Этому состоянию человека. Поэтому мне кажется, что Иоанн Богослов не отвергает радости земной жизни. Ведь Господь сказал, ищите прежде Царство Божие, а это все приложится вам. О земном он сказал. Церковь говорит о правильном расставлении приоритетов. Потому что если Господь на первом месте, то все остальное на своем. И более того, мне кажется, что если Господь на первом месте, если ты его любишь, то как раз все, что дано тебе в этой жизни, радость семейная, сыновняя, отцовская, радость творчества, радость узнавания, радость труда, радость созидания, любая из этих радостей, она, когда во славу Божию, когда он на первом месте, повторюсь, она обретает свою красоту и свой смысл. Вот я недавно читал воспоминания о замечательном московском священнике отца Глеба Калиде, и удивительно о нем вспоминает пишущий. Он говорит, что отец Глеб, когда начинал с кем-то разговаривать, видно было, что он настолько погружен именно в этого человека, что больше для него сейчас не существует никаких ни вопросов, ни проблем. И каждый человек поэтому считал себя его другом, потому что он умел как в близкого друга погрузиться в него, в его боль, в его какую-то проблему. Это как раз умение, оно возникает от глубокой веры. Вот сейчас Господь тебе дал вот это. Вот ты этому сейчас, этим живи и этим радуйся. Вот ты строишь дом, вот ты несешь на руках дочку, вот ты угощаешь блюдом, которое ты готовил полдня, любимых людей. Это нормально. В этом нет ничего грешного. Вот эта ссылка на святых отцов наверное все-таки на какие-то специфические монашеское устроение. Когда действительно монах, он ведь должен вообще ни к чему не привязываться. Он должен уповать только на Бога, поэтому у него даже иногда своих вещей никаких нет. Вот это не значит, что есть какое-то отдельное монашеское христианство. Нет. Но это радикальное исполнение заповеди о христианской свободе. Да, все мне позволено. Ничто не должно обладать мной. Ни одна вещь не должна быть для меня так дорога, чтобы она отрывала меня от Господа. Вот в семье, наверное, говорить о том, что относиться ко всему земному как к ссору, например, к детским игрушкам. Можем мы относиться как к ссору? Нет, конечно, не можем. Они просто расстроятся, если мы их выкинем. Поэтому здесь должна быть мудрость. Еще раз повторю, когда все на своих местах, все имеет свой вес. Если все перемешано и на первое место выходит что угодно, кроме Бога, тогда все остальное будет болезненно не на своем месте. И мы будем к Нему болезненно привязаны, и нам будет больно это терять, и мы не будем уповать на Господа, и поэтому будем огорчаться, роптать, расстраиваться. Вот чтобы все было на своем месте, надо прежде всего искать, как Господь и говорит, Царство Божие. А все остальное на свое место приложится. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok